всем привет я в машине сижу сегодня 24 мая воскресенье у раза байрам всех поздравляю мусульман вот родители были отмечали конечно праздники эти сами мы нет у нас сегодня запланировано поехать на кладбище как раз вот к родителям к родителям и кельгизовой и к моим посетим у мамы сегодня день рождения было бы ей 87 лет так что кладбище снимать не буду не снимая я стесняюсь и боюсь и умерших никогда не снимаю кладбище как там на мы это не приветствуем зачем нарушать покой мертвых и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 В прошлом году мы также заезжали, купили вместо сливок какое-то питьевое молоко. Она говорит, да, 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 было такое, люди жаловались, сейчас все по-другому, все мы уже, это, все у нас хорошо. Я говорю, вот надо же, я думала, это только нам повезло, оказывается, нет, не нам, многие жаловались, это хорошо. Вот, и такой отделчик неплохой, неплохой, там тоже есть все сыры, какие мы любим. И творожок, и, ну, взяли телефон, будем теперь заезжать. И недалеко он от нас, чем в эко-ярмарку ездить, ну, слава богу, есть. И купили там какая-то горная форель, 390 рублей килограмм всего, что-то как-то это, не знаем, что это за форель такая горная, сказали, тут она вот чуть ли не местная, с Архангельской, Архангельской, да, области. Вот у нас друзья были с Архангельской области, вот они тоже всегда называли почему-то, вот когда едут на рыбалку, всегда говорили, что мы едем за горной форелью. Вот почему-то оттуда вот это я слышала, словосочетание. Не знаю, попробую, может быть и вкусно. Ну, а пока спасибо, что вы были со мной, смотрели, слушали меня. Вроде ни о чем видео, но все равно съездили, я это хотела отметить, когда мы были, что мы делали, где мы бываем. Я сейчас просматриваю те годы, я с 16-го года веду канал и смотрю температуру. Вот в 16-м, в 17-м году я вот вчера вечером посмотрела. В 16-м году в это время было жарище, а в 17-м году был холод. Вот еще хуже, чем сейчас, листиков на деревьях не было, ничего там не цвело, и траву так не сильно и высокую первого раз косили 31-го мая. А в этом году теплее. Вот в 18-й год не посмотрела. Так что каждый год разный и холод, и жара. Вот в 16-м сильно жара, я прямо там проговаривала, что с апреля месяца и все лето стоит сильно жара. Дождей не было, всего 2-3 раза прошли. Хорошо вести канал, можно посмотреть. Поэтому в этом году я вообще все проговариваю, и температуру, и какой день. Потому что я очень часто обращаюсь к истории своего канала. Все, всем пока-пока и до новых встреч. Продолжение следует...